Здорово, здорово, подписчики, здорово, гости канала. Я сижу на работе, думаю, что будет снять. Попадается мне под руки коробка. Вспомнил совсем. Давно лежит вот такой у нас аппарат. Иной 2 Lite. Насколько я понимаю, опять какая-то русская разработка. Типа хайскрина. Пятидюймовый экран. Что у нас тут? Ничего интересного. Короче, не могу про него сказать. Вообще ничего не знаю. Он у нас новый. Какие-то Android 7, Geek Operative 8 встроенный, с поддержкой microSD. Основная камера на 5, фронтальная на 2. Но не суть, короче. Четырехъяденный процессор медиатэковский. Не суть, не суть. Вот такой у нас дефект имеет. Сейчас видно, не видно. Не видно, ни хрена, да? Вот так видно. Телефон новый, на гарантии. Но, увы, не гарантийный случай. Не гарантийный. Сейчас будем его разбирать. Не знаю, дисплей найти не могу на него. Кто видел дисплей, кто знает, что за дисплей на него. Может, кто ничего не в комментарии подскажет. Надеюсь. Так на него дисплеев нету. И фирма такая, иной. Анатолия по этой, иной. Болты я уже выкрутил. Что время не тянуть. Сейчас мы палкой-ковырялкой его расщелкнем быстренько. Посмотрим, что у него внутри. Почему он такой иной. Стоит он, кстати, вообще херня. Там что-то 4000, что ли. Так что хозяин, наверное, не заморачивается по поводу его ремонта. Что мы внутри видим? Видим провода. Идут вниз. У нас динамик, микрофон. Здесь у нас какая-то плата, шлейф. Судя по всему, внизу где-то идет от дисплея. Не буду ее откручивать, не хочу. Видим какой-то коннектор нераспаянный. Она тринадцатипиновый. Странно. В этом месте почему-то располагаются кнопки здесь. Тут какой-то коннектор нераспаянный. Судя по всему, плата идет на несколько аппаратов. Ну, как бы вот тут коннектор. Что сюда можно подключить, я даже не представляю. Тут понятно, трехпиновый коннектор. Тут клавиша какая-то может быть. Ну да. И тут еще трехпиновый. Странно, короче. Реально какой-то аппарат. Иной, по ходу дела, под руки попался. Это у нас шлейф дисплея. Двадцатиоднопиновый. Странно, очень мало пинов. На дисплеянном шлейфе. Боковые клавиши отклеим, чтобы не оторвать. Вот так вот я это делаю. Все. Принять можно. Шлейф тачскрина. Тачскрин, кстати, у нас работает. Дисплей у нас отдельно от тача. Никакой проклейки нет. Судя по всему, плату больше ничего не держит. Да, плата у нас поднялась. Сейчас камера. Постану еще отсюда. Виброзвонок. И динамик. Все. Вот так у нас плата вышла. Дальше вот надо отпаивать, как вы понимаете. Ну, что это за плата? Что-то я не пойму вообще. Чисто антенна, что ли? Опять же, куда питание к ней идет? Откуда идет? Нет, давайте-ка, наверное, поднимем ее и посмотрим. Мне даже интересно стало. Очень интересная плата. То есть, смотрим, тут никаких шлейфов нет. А здесь у нас контакты под распайку шлейфа есть. Странно вообще. Реально какой-то иной аппарат. Мы имеем только антенну. То есть, вот эта вот вся обвязка. Сейчас сфокусируемся нормально. Вот эта вся обвязка. То есть, это просто незадействованная. И маркировка какая-то стоит у нас тут. 20, 18, 07, 09. Очень. Еще так на камеру, наверное, будет не видно. Да? Сейчас сфокусируемся. Вот видим, да? Спикер-микрофон. То есть, тут распаивается сюда же. Вместо этого у нас спикер-микрофон на проводах идут вниз. Очень странный аппарат. Ладно, будем искать дисплей. Вам спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Не забывайте подписаться на канал. Белорана, прощаться. Сейчас искал, что бы еще поснимать. В коробку залез. Короче. Сейчас, секундочку. Вот он наш иной, да? Иной. Смотрим. Залазил в коробку. Просто вижу такую картину. Знаете, да? Фирму Vertex. Просто. Вот так как-то. Думаю, это я удачно в коробку залез. Абсолютно одинаковые. Ну, увы, кстати. Вот на это про тоже дисплеев нет. Так что, будем искать, пытаться найти, ремонтировать. Вот на этом точно, наверное, все. Вам спасибо за просмотр. Сейчас что-нибудь еще поразбираю. До новых встреч.